В здании Союза композиторов Республики Татарстан вручали стипендию имени Елены Чернобровкиной. Победитель программы в 2022-2023 учебном году будет получать по 10 тысяч рублей в месяц. Еще двум студентам будет выплачиваться по 5 тысяч рублей. Редакция вправе учредить дополнительные номинации. Кроме того, лучшим конкурсантам может быть предложена продолжительная стажировка и последующее трудоустройство в газете «Бизнес онлайн». Это просто невероятный опыт, потому что неожиданно, но абсолютно каждый специалист, каждый журналист, с которым я пообщалась, с которым я познакомилась, здесь, с которым я поработала, они абсолютно все нам помогали. Премия создана в честь журналиста Елены Чернобровкиной. 17 мая Елене Николаевне исполнилось бы 71 год. В 80-е и 90-е годы она стала одним из самых ярких журналистов в Татарстане. В этот период Елена Николаевна была ведущим автором газеты «Вечерняя Казань». Стипендия вручается лучшему студенту, прошедшему трехэтапный отбор. Она будет выплачиваться в течение учебного года равными долями с сентября по май включительно. Стипендия страшно, неожиданно. Ну, как бы, многие говорили свои предположения, типа, «Надь, все будет хорошо». Я думаю, да нет, нет, ну как же, ну как-то я не могла, до последнего не верила. Но все равно страх есть до сих пор. Когда уже вроде бы объявили, все сказали, но трудно осознать, надо принять. В газете «Бизнес онлайн» Елена Николаевна трудилась практически с самого ее основания. В 2008 году почти 14 лет была заместителем шеф-редактора, курировала политическую и социальную темы. Ее материалы всегда отличала независимая точка зрения и непоколебимая приверженность демократическим принципам. Особый стиль и острый перо всегда выделяли статьи Чернобровкиной. А ее безграничная любовь к своей работе и преданность журналистской профессии были примером для всех коллег и соратников. Напомним, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета совместно с электронной газетой «Бизнес онлайн» являются инициаторами создания ежегодной стипендиальной программы для студентов-журналистов Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Фарид Захид Аглы, Универньюз.